Татьяна Владимировна работает кондуктором, живет в соседнем доме. Мимо свалки вынуждена ходить каждый день. Мусор рядом с бывшим общежитием кинофабрики начал копиться еще летом, рассказывает она. Управляющая компания решила отказаться от проблемного дома, уведомила об этом жильцов. А те не нашли в сроке новую организацию, которая обслуживала бы их дом. Вот эта помойка уже какой раз набирается. Ремонты делают, квартиры. Они прямо мешками сваливают, подвозят на машинах, открывают багажники и пошла сюда. А получается, что вроде бы как это общежитие кинофабричное таскают сюда. Туда все, непочатый край. И те выезжают, и с автовокзала едут машины, со всех сторон. По словам префекта Московского района, проблемный дом сейчас фактически никем не обслуживается. ЖУ-8 выезжает, но только по аварийным заявкам. Когда скапливается большое количество мусора, приходится его убирать общими усилиями. Префектура Московского района, в том числе, уже второй раз мы оказываем содействие по вывозу. Вот уже теперь, на сегодняшний день, несанкционированные свалки. Ну, конечно же, без сторонних организаций мы не смогли бы обойтись. Вот сегодня нам помогает завод «Технофлекс», муниципальное предприятие «Водоканал» города Рязани. И также управляющая компания ЖУ-8. Вот люди стоят, которые будут заниматься ручным подбором. Прежнее ЖУ отказалось обслуживать дом номер 35 по Московскому шоссе, потому что жильцы 119 квартир часто ходили в должниках. Но в префектуре надеются, что новая управляющая компания найдет подход к людям. Администрация города подключилась к работе и будем проводить работу с жителями все-таки по выбору управляющих компаний. Потому что, конечно, такая ситуация не может продолжаться в дальнейшем. В этот раз проблему со свалкой решили. Общими усилиями с нее было вывезено 40 кубометров мусора. Дина Исляева, Станислав Кудышев, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова